Привет обитателям и зрителям проекта Event Vloggers. Я Александр Гущин, ведущий программы в кино. Сегодня мы обсудим один, на удивление, хороший отечественный фильм. Как вы догадались из названия, речь пойдет о картине Духлес по бестселлеру Сергея Минаева. Да, я и, наверное, немало кто из вас не читал книгу с одноименным названием «Духлес. Повесть о ненастоящем человеке». Это дебют Сергея Минаева как писателя. Да, я не читал, поэтому не могу сравнить повесть с драмой на экране. Но порой фильм может заставить меня взять в руки книгу. Меня зовут Макс. Мне 29 лет и я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель в крупном российско-французском банке. Режиссер Роман Прогунов относительно недавно, а точнее в 2008 году, с позволения сказать, подарил нам фильм «Индиго». Это был полный провал, так как сценарий писали на отъеб... На отвернись. Как мы понимаем, в Духлесе со сценарием все в порядке. Я разновидность дорогой проститутки. Мои клиенты – это мое начальство. Как и положено, дорогой проститутке, спектр услуг у меня достаточно широкий. Трахуют меня несколько раз на дню. Как я уже однажды говорил, картину можно описать в трех словах. Секс, наркотики и бизнес. Да, здесь все это показано, но не для того, чтобы просто передать атмосферу. Нет, это сделано для того, чтобы мы могли высмеивать или даже презирать подобный род жизни. Миша нет! Ты сумасшедший, Макс! Уже знаешь, с кем будешь спать сегодня? Жизнь удалась. Фильм идет почти два часа, но обладает очень хорошей волной, которая способна накрыть с головой. И это понятно, актеры передают все максимально откровенно. Данила Козловский – просто эталон современного российского кино. Звезда «Универа», признаюсь, тоже смотрится очень органично. Артур Смольянинов. Ну, куда ж без него-то. Но вот, к сожалению, Тёма Михалков почему-то недопереиграл. Да, такое тоже случается. Ну и наш любимый Михаил Ефремов смотрится как-то не на своем месте. Читал о вас в журналах, вы такой известный стали. Макс, пора начинать новую жизнь! За плюс 18 нужно сказать отдельное спасибо героине Марии Кожевниковой. Да, здесь вам, блядь, не универ и не собрание, блядь, Государственной Думы. Это сверхприбыльный бизнес! Так-так. Здравствуйте, Юля. 19 лет, студентка второго курса. Девочка из хорошей семьи, верит в свободу выбора и то, что может изменить мир к лучшему. Ну что ж, Максим, 30 лет, панкир, с детства мечтал выбиться в люди. Уверен, что ему это удалось. Несмотря на все его усилия, жизнь кажется ему однообразной и скучной. И у насчет всё новых и новых развлечений. Говорить много не буду, дабы не раскрывать важных экранных событий. Картина попытается нам что-то объяснить, заставить смеяться, а потом грустить. Хм, говорю стихами. В общем, вы смело можете надеяться на поучительный хэппи-энд. А чего же тогда ты здесь делаешь? Как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране всё было как-то нормально. Да, и ещё. Не обратите внимание на тех, кто говорит, что этот фильм для быдла. Возможно, он про быдла, но ни в коем случае не для него. Просто правда у кого-то очень режет глаза. Ну не привыкли у нас, что вот так вот напрямую рубят с плеча. Картина, особенно в первые дни проката, пользовалась огромным успехом. Кинотеатры были заполнены почти полностью. И это понятно. У Духлеса уже есть публика. И спасибо ещё раз нужно сказать Сергею Минаеву. Картина с бюджетом в почти 3 миллиона долларов собрала уже около 10. Да, конечно, для нас это не показатель. Но порой обидно и даже противно видеть, как идёт парень с девушкой после сеанса. Он спрашивает у неё, ну и как тебе фильм? Она отвечает, херь какая-то. Ну, объяснять человеку историю, в которой и так уже всё рожёвано, смысла нет. О чём здесь говорить? Смотрите только хорошее кино и в хорошей компании. С вами был я, Александр Гущин. Подписывайтесь на канал Event Vloggers, где вы найдёте очень много всего интересного. А также на мой канал, где мы ведём программу в кино, в которой более детально рассматриваем премьеры уходящих недель. Всем пока. Думаю, скоро ещё увидимся. Субтитры подогнал «Симон»